Здравствуйте! Это новости Дагестана, в студии Джамиля Шарипова. И вот главная тема. Теперь Республиканский урологический центр – это ковидный госпиталь. О динамике и работе медорганизации в целом расскажем через несколько минут. Делегация духовенства Белоруссии обсудила в Махачкале вопросы межконфессионального согласия. С муфтиятом региона подписано соглашение. Еще два победителя из Дагестана успешно дебютировали на Олимпийских играх. Четвертьфинал в Токио обещает быть интересным. Заметный рост заболеваемости коронавирусом фиксируется в Дагестане. За последние сутки положительные результаты тестов подтверждены у 200 человек. На данный момент 65 медицинских организаций оказывают помощь заболевшим. В том числе под ковидный госпиталь вновь перепрофилировали Республиканский урологический центр. В красной зоне больницы побывала наш корреспондент Наталья Ханбабаева. Я находилась в аду. Еле-еле я даже думала о ней выше. Гусейна Бородият поступила в больницу с 30-ти процентным поражением легких. Признается, что врачи буквально вытащили ее с того света. Сейчас она получает более 30 литров кислорода в минуту и чувствует себя гораздо лучше. Ужасное было состояние. Я такого еще не видела. Прошу людей беречь себя. Не подвергать себе этой опасности. Республиканские больницы работают на пределе. Урологический центр принимает больных коронавирусом с 11 июля. Уже с первого дня перепрофилирования все 86 больничных койк были заполнены. В реанимацию же поступают самые тяжелые пациенты. Нам пришлось перебазироваться с нашего типичного реанимационного отделения, которое на 4 койки сюда в операционный блок сделали под реанимационную. В КТ 2, 3, в общем, обычно такие с поражением легких, с сопутствующими двухсторонными пневмониями. Там у кого какие осложнения, сопутствующие заболевания, сахарные диабеты, гипертонические болезни. Это все мы смотрим. И соответственно выбираем таких больных, чтобы... Именно в реанимации? Именно в реанимации, да. По словам врачей, больных меньше не становится. Статистика такая, что ежедневно сюда поступают около пяти человек. Однако главная опасность третьей волны коронавируса в том, что состояние пациента ухудшается стремительнее, констатируют врачи. Пациенты тяжелее, конечно. Дело даже не в том, что, может быть, они такие же пациенты. В прошлом году мы также работали, но ухудшается резко. Может, в течение суток, полсутки, даже за 2-3 часа состояние пациента может ухудшаться. И поэтому чуткое наблюдение всех докторов, необходимое медицинского персонала за каждым. Врачи – это герои нашего времени. В красной зоне находятся те, кто, не жалея себя, пытается помочь заболевшим. По 8 часов в полной экипировке. Пациенты признаются, самое ценное, что они получают – это забота и внимание медиков. Врач, когда понимает, что такой больной, а больной чувствует эту заботу о себе. Когда вот это вот происходит, тогда и, иншаллах, у нас все будет нормально. Победим мы эту проклятую болезнь. У нас в Дагестане люди могли жить в мире в согласии, чтобы они чувствовали чужую боль. Наталья Ханбабаева, Салман Гитихмаев, Мурат Бигбарзов. Новости ННТ. Махачкала. Ливни разрушили мост в Цумадинском районе. Проливные дожди вызвали увеличение уровня реки Хима. Из-за выноса грязекаменной селевой массы 24-метровый мост на подъезде к селу Хварши обвалился. Металлическое пролетное строение сместилось на 2 метра и накоренилось. Сейчас въезд в село организован через аул Старой Санта-Алда. В Дербенте завершается реконструкция школы. Накануне сотрудники управления капитального строительства проинспектировали ход капремонта школы номер 11. Плановая проверка не выявила нарушений. Основные строительные и отделочные работы завершены. Идет благоустройство прилегающей территории. Укладывается первый слой асфальта, бордюрные плитки и готовится основание под спортивную площадку. Количество фактов незаконного строительства в Махачкале за два года резко снизилось. Если в 2019 году выявлено было почти 500 фактов незаконного строительства, то за первое полугодие 2021 года всего 63 попытки. Об этом сообщили на совещании, которое проходило в мэрии столицы. Встречу возглавлял Салман Дадаев. Его участники обсудили дальнейшее действие по предотвращению незаконного строительства. Сейчас такие объекты зафиксированы в разных районах города, в том числе в селах и поселках Ленинкент, Хушет и Шамхал. Между тем, уже третий год, как на территории Махачкалы, прекращена выдача разрешений на строительство многоквартирных домов. Отдельно обсуждалась ситуация, когда люди пытаются строить незаконные объекты по поддельным документам. В отношении них будут возбуждены административные и уголовные дела. Дадаев также подчеркнул и необходимость исполнения решений по демонтажу незаконно возведенных объектов. Звание «Заслуженный юрист республики» удостоен первый заместитель главы Махачкалы. Мавледина Маликова наградили за новые подходы в работе правового блока администрации города. Подписанную ранее Сергеем Меликовым государственную награду вручил Салман Дадаев. Городоначальник отметил высокую значимость службы Маликова. В частности, он напомнил, сколько труда пришлось приложить по возврату в собственность муниципалитета ранее отчужденных территорий. Мэр пожелал юристу в той же нарастающей динамике продолжать комплексные мероприятия на правовом поле. Сегодня юристы администрации показывают высокую эффективность и результативность, потому что в силу определенных причин и в период некого лихолетия из собственности администрации было выведено где-то полумиллиона гектаров земли. Мне очень отрадно, что именно я здесь работая, с ваших рук получил это звание, это консультация не только какого-то успеха, достижения моего, а я думаю, это все-таки общее дело, вклад всех работников, управлений наших в деле обеспечения спектрой духовности и правового запрождения, в том числе деятельности администрации. Делегация из Беларуси прибыла в Дагестан. В ее состав вошли представители духовенства страны. Они провели ряд рабочих встреч, заключили соглашение с муфтиятом республики, посетили образовательные учреждения и культовые сооружения столицы. Помимо этого, белорусы приняли участие в конференции. Подробности расскажут мои коллеги. Первым делом гости из Беларуси посетили духовного лидера республики шейха Ахмада Афанди. Главная цель визита – подписание соглашения о сотрудничестве двух муфтиятов – Беларуси и Дагестана. Оно состоялось по видеосвязи с участием муфтия Беларуси Абубекира Шабановича. Если спросить у нас, мы не считаем, что даже 5% мы выполняем из того, что мы обязаны были делать. Все, что в наших силах, вы будьте уверены, что это вам принадлежит. Мы вам что возможно сделаем, иншаллах. И сделаем это ради Аллаха, ну как ради наших братских отношений. И надеюсь, когда у нас полностью чести, Всевышний нас поддержит. Делегация во главе с первым заместителем муфтия Беларуси Эльдаром Гариевым посетила ряд религиозных учреждений. Им провели экскурсию по главной мечети столицы. Гости побывали в Дагестанском исламском университете, одном из крупных на Северном Кавказе. Прошли, посмотрели ваши классы, познакомились с преподавательским составом и, конечно, с спортивным залом. И впечатления остались очень самые добрые. И надеемся, что вполне возможно, что наши бутуренты, наши ребята тоже захотят учиться в вашем учебном заведении. Опыт взаимодействия духовенства с разными слоями общества для сохранения мира и стабильности представители Беларуси транслировали уже в рамках конференции. В национальной библиотеке также обсуждались вопросы деятельности религиозных организаций по обеспечению этноконфессионального мира и согласия. Нам нужно взаимодействовать с другими конфессиями, со своими конфессиями, которые в различных республиках, для того, чтобы налаживать мосты дружбы. Мы жили в одной стране под названием Союз Советских Республик. У нас, в принципе, одна ментальность, у нас одна история, у нас одна историческая память. И многие вызовы, которые сегодня происходят в мире, говорят о том, что объединившись, выстроив эти отношения, мы можем это завершать. Религиозные деятели из Беларуси также намерены ознакомиться с местной культурой и достопримечательностями региона. Хамзу Нурмагамидов, Нурмагамид Магамидов, Мурат Бигбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. В Махачкале завершились курсы повышения квалификации для муниципальных служащих. На базе медколледжа имени Башларова представители разных муниципалитетов прошли 36-часовой цикл по программе реализации государственной национальной политики в Дагестане. Мероприятие, организованное Миннацем Республики совместно с Институтом профессионального образования, стартовало 21 июля и завершилось накануне. После подведения итогов аттестации, 54 муниципальных служащих со всех районов и городов Республики получили удостоверение о повышении квалификации установленного образца. Еще двое дагестанских боксеров пробились в четверть финала Олимпиады в Токио. Зинфира Магомедалиева сегодня встречалась с американкой Наоми Грэм. Поединок в категории до 75 килограммов продлился все три раунда и завершился победой нашей спортсменки. Четверо из пяти судей посчитали, что Магомедалиева была точнее своей соперницы. Другой наш атлет Альберт Батаргазиев единогласным решением судей одолел представителя Доминиканской Республики. Следующие поединки боксеров пройдут 31 июля и 1 августа. Напомним, что накануне четверть финала вышел также махачкалинец Муслим Гаджимагомедов. Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова